так мы продолжаем прямой эфир вопросы-ответы тема сегодняшняя наша начальная тема потом можем скатиться в другую это трава для лечения лимфосистемы вот пожалуйста они как они как братья они как говорится идут параллельно вот но они вот именно пронизывают лимфососуды точно также все тело как кровеносные сосуды вот еще очень интересное свойство но вообще функция лимфы это очистка организма до очистка организма фильтрации вот там вот эти лимфоузлы они так сказать фильтруют постоянно лимфу и и еще одна из функций это брать из кишечника жирные кислоты вот мы едим жиры разные вот эти вот жирные кислоты они через кровеносное русло не проходят кровь их несколько не забирает вот эти вот жиры а забирает их лимфа и несет в первую очередь в легкие то есть состояние здоровья лимфосистемы очень важно для и очень тесно связано с состоянием здоровья легких потому что эти жиры сначала забирают все легкие они необходимы для вот этого сурфактанта вот построение материала альвеолы где как раз происходит газообмен где вот кислород который мы вдыхаем переходит в кровь для этого нужны вот эти вот жиры по поэтому легкие они как говорится у раздачи первыми они вот эти жиры сначала забирают себе сколько им надо и если человек их слопал достаточно много чтобы осталось еще на долю других сказать органов систем человека тогда вот этот излишек легкий разрешает лимфе транспортировать дальше вот но сначала первая она вот сказать право первой руки вот поэтому если у нас чистая здоровая лимфа во-первых все токсины и шлаки будут очень быстро из организма выводиться во вторых будут здоровы легкий вот будет правильный у нас жировой обмен эти вот липиды так называемый будут перераспределяться правильно ну и поскольку лимфа то сосуды пронизывает весь организм то соответственно они весь организм очистят и лимфа течет медленней крови кровь течет я не помню во сколько раз быстрее но гораздо быстрее чем лимфа у лимфы это скорость движения не не помню сколько там то или метров несколько секунд то ли что то вот вот боюсь ошибиться но именно за счет вот этого замедленного лимфотока в лимфе очень часто заводится и любит гнездиться всякой инфекцией, которая более быстрая кровь просто быстрее из себя вымывает, быстрее избавляется. Поэтому лимфу чистить нужно. И всем, не только у кого лимфоденит, вообще за состоянием здоровья лимфосистемы нужно следить. Детям тоже? А как же, конечно. Очень часто у них воспаляются вот эти аденоиды. Что же миндалины? Миндалины это и есть лимфоузлы. Это вот эти носоглоточные лимфоузлы. Они же у детей часто воспаляются. У нас очень много случаев именно аденоидиты. Да, и все эти аденоидиты лечатся тоже сборами трав для лимфосистемы. К чему я, собственно, и хочу перейти. Потому что я стал рассказывать про лечение специфической лимфоденита. А теперь травы, которые в целом лечат лимфосистему. Не именно лимфоденит, а в целом лимфосистемы. Я тоже себе их тут выписал. Ну что я сразу скажу, что называется, не глядя в шпаргалку. Вот то, что называется по памяти. Это, ну Иван, чай я говорил, подорожник, лист подорожника. Манжетка. Это трава прямо тропная конкретно. То есть способствующая оздоровлению лимфосистемы. И корень солодки голый. Это южное растение. Растет его много в степях при Черноморье. Вот там вот, так сказать, на южных наших степях. Вот там много солодки голый. И вот ее корень, он хорошо очень лечит многие заболевания. И гормональные, кстати, в том числе. И в том числе вот он очень здорово чистит лимфосистему. Еще из наших трав, которые прямо вот везде можно найти под ногами, это одуванчик. Вообще китайская и восточная медицина очень часто его назначают при любых заболеваниях лимфосистемы. Отвар корней одуванчик. Вот одуванчик, он конкретно ее чистит. Манжетку я вот не помню, я назвал, не назвал. По-моему, называл. И лист черной смородины. Вот лист нашей, так сказать, всеми любимой черной смородины. Которая вообще считается русским растением. И, собственно говоря, само название смородина от древнерусского слова «смородить». Сильно пахнуть. У нее вот этот вот запах именно и листьев, и ягод. Вот. Эта травка используется не только для очистки лимфосистемы в целом, но и даже при туберкулезе лимфатических узлов. Такое заболевание редкое, но у детей оно тоже часто бывает. Вообще детская лимфосистема очень уязвима. Детям вот эти травки нужны не меньше, даже больше, чем взрослым. Вот применяется в том числе лист черной смородины. Лист грецкого ореха. Тоже вот он, как бы, да, способствует очистке лимфосистемы. Что еще вот тут, вот, так сказать, на что Рим Белалыч внимание обращает? Частец лесной или частец болотный. Мы, кстати, с вами его брали около Клязьма, когда ездили туда вот по Крову. Вот это я, так сказать, для наших уважаемых зрителей поясню. Именно в тех местах снят вот фильм мой на этом канале про сбор ягод шиповника, про целебные свойства плодов шиповника. Вот там у реки ковром растет то, что мы ошибочно принимаем за бешеный огурец. Вот это вот лиана, потому что настоящий бешеный огурец, он растет на юге, в Крыму. А этот, которым заросли наши речки, он называется сейчас, название Оэхиноцистис лопастный, Сергей. О, как правильно. Это вот наша вот эта вот лианка, которая шипастые огурчики, вот эти бешеные огурец мы ошибочно назовем. Это больше противогрибковое растение, кстати, от лиана. Но вот там же рос частец. Частец там был болотный, но еще есть лесной частец. Вот они очень хороши именно для очистки лимфосистемы. Растение токсичное, не скажу прям ядовитое, но токсичное. Дозировки надо очень четко соблюдать. И внутрь, и наружные, кстати, примочки, именно воспаленные лимфоузлы, по эффективности не уступают мяти, а даже превосходят. Потому что вот эти примочки я назначал людям, у которых были метастазы при онкосболеваниях лимфосистемы. И вот эти опухшие уже опухолевые лимфоузлы, то, что называется, сдувались и возвращались в исходное состояние. То есть он выгоняет, грубо и примитивно говоря, раковую клетку из лимфоузлов. До такой степени, в общем, у растения великая сила. Но, как все такие вот сильные очень растения, он, конечно, токсичный. Потому что они все имеют большую очень биологическую силу. Вот частец. Сейчас я вот эти вот дозировочки у Римбелалыча посмотрю. То есть детям его не надо, да? Осмотря сколько. Он не ядовит. Он именно сильный очень. Вот есть несколько трав, которые я бы не отнес к ядовитым. Детям категорически нельзя яды. Типа вот болиголова, аконита, мухоморы. Это, конечно, детям ни в коем случае. А вот частец, он не столько ядовит, сколько имеет именно мощную биологическую силу. Поэтому дозировку надо соблюдать с ним четко. Чайная ложка. Вот рецепт Римма Ахмедова в данном случае. Чайная ложка. На стакан кипятка настаивается один час. То есть чайная ложка травы без горки. Сушеной травы. На стакан кипятка, на 250 мл кипятка, настаивается час, не больше. Процедить. Принимать всего лишь по чайной ложке три раза в день. Вот это вот важный момент. То есть детям по чайной ложке три раза в день. Соответственно, взрослым можно попробовать, попробовать, принимать по столу. Какие симптомы передозировки? Резкое падение давления артериального. То есть если частец передозировать, он давление снижает достаточно сильно, быстро. И в общем гипотоникам это точно не нужно. При гипертонии, наоборот, я его всегда добавляю в сбор. Прямо кладу горсть. И он великолепно работает. Никаких побочек он не оказывает. Наоборот, люди отмечают, что давление быстро приходит в норму. Значит, это частец. Кроме того, он, кстати, показан... Вот Римбелалыч тоже пишет, что лишний раз я имел возможность убедиться в том, что компрессы из листьев и примочки из настоя частица лесного, то есть можно делать и примочки из водного настоя при воспаленных лимфатических железах, являются безотказным средством. Кроме того, внутрь, если пить, он показан при болезнях желудка и печени, обмороках, то есть воздействует и на мозговое кровообращение. И вот дальше, да, как средство улучшающее мозговое кровообращение. Далее, сабельник. Сабельник используется и водный настой, и спиртовая настойка. То есть он не только суставы лечит, сабельник, он еще и очень хорошо лечит воспаление лимфосистемы. Детям можно его, он не токсичный, добавлять в сбор. Ну, конечно, не в виде настойки, а в виде вот сушеных корней или травы. И его, кстати, трава, которая вот летом на болотах цветет красивыми красными цветочками. Его даже зовут старое название огнецвет болотный. Огнецвет, потому что все болота как бы в этих красных точках, как вот красные цветочки, такие как огонечки, они прямо на болоте. Вот эти вот цветки его даже лучше чистят лимфосистему, чем сами корни. Их собирают, сушат как траву и добавляют в сбор трав. Это очень хорошее средство. И это не только вот у Рима Ахмедова я видел, это мне многие травмники и в деревнях говорили. То есть это наше такое старинное народное средство. Вот. Дальше, значит, грецкий орех я говорил, донник желтый. Донник желтый вообще рассасывающий. Он рассасывает все уплотнения, затвердения, фурунклы, опухоли, в том числе вот воспаленные лимфатические узлы. Но с ним как? Вот он мощный очень антикоагулянт, он очень сильно разжижает кровь. Если в сборе будет в составе сбора где-то, ну, условно, трав 20, которые кровь сгущают, вот, и крапива, кстати, из них не чемпион вообще ни разу. Сушеная крапива почти кровь не сгущает. А вот такие травки в сборе, как шиповник, плоды, или та же буквица, или тот же спарыш, например, гораздо сильнее ее сгущают. Вот. Но одна горсочка донника все перевесит, и сбор в целом будет кровь даже немного разжижать. То есть, вот это очень мощный антикоагулянт. И это очень мощное рассасывающее средство. Он, вот, его горсочка маленькая прям в сбор добавляется для, в том числе, лечения лимфоузлов. Мышиный горошек, но он ядовит. Это вот травка такая. Сейчас фотографии будет на экране, я сделаю. Значит, его примочки, его вот эта вот трава, она растирается свежая, вот так тоже руками, и прикладывается на спаленные лимфоузлы. Внутрь я его не рекомендовал бы принимать. Подмаринник настоящий, желтая кашка еще и называют. Состав сбора включается, а спиртовая его настойка, это информация для взрослых, тормозит рост лимфосаркома плесца на 82%. То есть, лечит рак лимфосистемы, лечит очень эффективно. Тот подмаринник настоящий, он вообще очень, конечно, эффективный во многих отношениях. Дальше еще три травы для лимфосистемы. Тысячелистник, шалфей дикий лесной. Не тот вот, который я вам показывал, это лекарственный, а именно наш дикий лесной. Я его сейчас покажу, он другой запах, немножко луговый. Вот, он используется, и используется свекла. Свекла как? Значит, сок ее отжимается, свежий, сырой. Выставиться четыре часа в холодильнике обязательно, потому что должны испариться летучие соединения, вот эти фитонциды. Если выпить прям свежевыжатый, свекольный сок будет плохо, будет спазм. Там есть такие соединения, которые вызывают спазм кровеносных сосудов. Как при всплытии водолаза быстрым, как кессонная болезнь. То есть, вот, чтобы этого не было, сок свеклы надо выставить. Четыре часа в холодильнике. Наливаете, отжимаете, наливаете в чашку, накрываете блюдечком, и четыре часа стоит в холодильнике, вот, накрытый. За это время, как раз, вот, летучие вещества, эти вот, вредные соединения улетучиваются. И сок свекольный становится очень мощным лекарством. Не только для лимфоуслов, но и как противораковое средство, он очень сильный тоже. И вот, в частности, при туберкулезе лимфатических узлов сок ее смешивается с медом, принимается утром натощак. Полстакана сока с чайной ложкой меда. Это вот при туберкулезе лимфатических узлов, но не только при туберкулезе, и при любых воспалениях лимфожелез. Вот, причем это средство древнее. Это средство еще Гиппократ, Гален, Парацельс, другие великие врачи древности рекомендовали, считали великолепным лекарством. И не только при лимфозаболевании. От малокровия, от лихорадки, от малярии, от болезни пищеварительных органов. И вот дальше лимфососудов, то, что я говорил. Шалфей дикий, луговой, там, значит, листья его лучше всего добавить в сбор. И вот еще Рим Белалыч пишет, что в этот же сбор хорошо положить мелиссу, мяту, зверобой, смородины, я говорил, и шиповник. Это уже состав сбора при болезнях лимфосистемы. И тысячелистник. Горсть тысячелистника я бы тоже обязательно добавил в этот сбор. Вот как бы основной перечень таких вот трав, которые, ну, более-менее можно у нас в нашей стране собрать и достать. А про свекольный сок можно еще уточнить? Сколько он может храниться в холодильнике? Да я бы долго не хранил. Вот 4 часа он выставился, и все, я бы выпил. Ну, там, вот, если утром отжали, до вечера можете подержать. Там, допустим, сколько-то вы выпили в обед, сколько-то вы выпили там на ночь. А на следующий день уже отжимайте новый. Даже с медом, хотя мед считается консервантом, но лучше бы все-таки новый уже на следующий день сделать. То есть, утра выпить не получится. Это если вы ночью его поставите? Не, вы можете с вечера поставить, пускай он 8 часов постоит, он еще будет нормальный. Вот с вечера можно поставить, утром выпить. Его часто, кстати, для лечения онкологии применяют. И тогда смешивают с свежевыжатым морковным соком свекольный. Но вот морковный сок выставить не нужно. То есть, свекольный настоялся, все у вас готов, отжали морковный и смешали их и выпили. То есть, морковный быстро распадается? Да, 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 не надо его выставить, но нет смысла, нет в нем ничего такого, что требовало бы выставить. Вы слышали, вы такой рецепт, что нам рассказывали, что можно приложить свежетертую морковь на воспаленную? Да, 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 и при раке тоже. Этот рецепт, кстати, впервые опубликовал для широкого этого сведения Пирогов, знаменитый наш великий врач. Он вылечил рак губы у молодого человека одним только прикладыванием свежескобленной моркови. И сделал об этом научный доклад, чем произвел такой фурор в Академии наук тогдашней, середины 19 века. Да, и это средство, конечно, и на лимфоузлы воспаленные можно, потому что морковка-то в ней большая, рассасывающая тоже сила. Но есть нюанс, как мне вот объясняла Елена Федна с ней, значит, чтобы она вот так работала, надо не тереть на терке, а именно скоблить ножом. Но можно, как мне кажется, уже мое такое дополнение к этому, к всему, можно использовать и вот эту чистилку, которую... Картошку. Картошку чистят, да, да, на ручке. То есть там смысл в чем? Терка слишком мельчит, она слишком мелко. Ее там вот получается скорее каша такая, а скобленная она потолще. Вот ее ножиком, когда она потолще немножко, сам этот кусочек, щепка эта получается потолще. И работает лучше. И обкладывать надо толщиной минимум сантиметра, а лучше больше. Снимается кожура, скоблится морковь, но сердцевина не берется. Сердцевину или съедаете, или выкидываете, в общем, кроме сердцевины самой. Да. И потом вот из этой скобленной делается, ну, где-то вот такой вот толщины уже слой, уже он прикладывается. На час. Прикладывается слоями один на один, да? Да, и вот этот слой, он прикладывается обычно при раке груди у женщин, очень этот метод популярен, и он действительно вытягивает опухоли хорошо. И в этом случае вся грудь обкладывается, потом полиэтилен, потом бюстгальтером это поддерживается, чтобы вот это вот по всей площади было. Тут важно именно по широкой площади. Если воспален лимфоузел, то не только на этот крошечный лимфоузел, а по всей вот такую нашлепку большую. Ну, то есть, Елена Фёдорна использовала, да? Да, и я использую. Да, 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 я назначаю. Еще вопросы. А вот то, что вы перечислили травы, это можно все смешать в один сбор? Да, да. По соотношению я бы побольше в этот сбор положил Иван-чая. Вот этих, которые я до этого перечислял, ну, даже вот так. Наверное, процентов 30 Иван-чая, процентов 20... А вот дальше, кстати, вот дальше уже от анамнеза общего пациента. Потому что у кого, например, воспаленные лимфоузлы сочетаются у женщин с мастопатией, то я бы положил 20% манжетки в этот сбор, она очень хорошо ее лечит. У кого давление, у того 20% остальные я бы положил листа черной смородины. Вот. У кого, допустим, там печень больная, запоры, порошок корней и дуванчика побольше надо положить. В целом, в целом, правила какой, Иван-чая много, а остальных компонентов по одной горсти, либо чего-то больше по показаниям. У кого гастриты, язвы, диарея, тому-то и щелистника побольше. Соответственно, в этот сбор положить. Вот это вот можно комбинировать. И учесть тут еще можно, что и сам Иван-чая лечит все заболевания ЖКТ, вот эти эрозии, вот эти все язвы, он очень хорошо лечит. Детишкам чего побольше? Иван-чая положить? Детишкам с чем? Каким детишкам? Ну, с которыми страдают. Да, а помимо этого лимфоденида у него еще какие симптомы? Дисбактериоз. Вот дисбактериоз, Иван-чай, тысячелистник, чабрец, очень хорошо лечит дисбактериоз, обязательно горшечка чабреца. Много его не кладите, он резкий, и он вызовет отторжение, если его передозировать. Он очень резкий дает этот самый. И он, если его много положить, дисбактериоз уже не вылечит, наоборот, потому что вкус от него, настоя такой прям резкий. Поэтому его вот буквально я кладу вот немножко, щепоточку такую. А этого тысячелистника и Иван-чая побольше. Наверное, смородину можно еще туда. Смородину можно, да. И вот еще, кстати, я забыл упомянуть, очень хорошая травка для лечения лимфосистемы, это лопчатка гусиная. Вот лопчатка гусиная как раз и в данном случае против язв, против всех дисбактериозов, хорошо подойдет. Ее можно тоже вот ребенку положить побольше. Это с желтыми такими цветами? Да, 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 да. Гуси ее любят, поэтому гусиная. И она безвредная, она как раз-таки не имеет никаких побочек, и на вкус приятный. Осталось найти, где ее собрать. Ну, надо вот заброшенные деревни искать чистые. Она-то вот жмется к жилью больше. Соответственно, чем дальше от Москвы, тем лучше. Поедем подальше от Москвы, будем искать. Да, да, да. В соседние области я обычно езжу. Сейчас в деревне много заброшенных. Да, вот в деревне заброшенный благодатный материал. И для спорыша, горе с птичей, и для лопчатки гусиной, и для лопуха. Растения, которые не любят расти в лесу, больше шмутся к жилью. Вот, друзья, такие замечательные травки нам Господь произрастил для лечения, в том числе и лимфосистемы нашей. Обращайтесь к Матушке Природе, собирайте, не теряйте время. Скоро весна, скоро лето. Всем до свидания, доброго здоровья. А мы пойдем пить Иван-чай. А мы пойдем пить Иван-чай.